Теперь давайте перейдем уже к типам гидрологических моделей и также как и существует множество гидрологических моделей, существует также несколько способов их классифицировать. На данном слайде вы видите основную классификацию типов моделей. Первая классификация – это эмпирические, концептуальные, основанные на процессах и физические модели. Также модели можно разделить на сосредоточенные и распределенные. Можно модели распределить на одномоментные, непрерывные, затем детерминистские, стахастические и глобальные, локальные. Сейчас давайте рассмотрим первую классификацию и поговорим немного подробнее о типах моделей, которые входят в данную классификацию. Итак, эмпирические, концептуальные, основанные на процессах и физические модели. Эмпирические модели – это простейшие модели типа осадки сток, о которых мы с вами говорили ранее. Иногда такие модели также называют моделями типа черный ящик. Такие модели не учитывают напрямую физические законы, а устанавливают, например, статистическую связь между переменными, основываясь на наблюденных данных. Несмотря на то, что такие модели могут быть очень удобным инструментом для решения некоторых задач, например, когда оценка расходов воды должна быть произведена очень быстро, или когда доступно лишь малое количество исходной информации по физическим характеристикам бассейна, но эти модели все-таки требуют большого количества наблюдений переменных для того, чтобы установить верные статистические связи. То есть, в принципе, они просты в применении, они могут нам давать очень быстрый прогноз, но требуют большого количества наблюдений. И помимо этого, такие модели не могут прогнозировать состояние системы, которые не были зафиксированы в наблюденном прошлом. То есть мы не можем экстраполировать состояние системы на будущее. Поэтому эмпирические модели обычно не используются для прогнозирования на далекое будущее. То есть, в принципе, связи между переменами могут изменяться с изменением натуральной системы во времени. Скорее всего, это не произойдет за 10 лет, если только не было какого-нибудь существенного изменения в землепользовании. Но если мы оперируем отрезками времени по 30 лет, о чем мы будем с вами также позже говорить, то тогда уже связи между переменами будут иметь значение. Также данные модели не используются для оценки влияния изменений климата, так как с изменением климата в будущем тоже могут быть зафиксированы новые состояния системы, натуральные, которые не были зафиксированы в наблюденном прошлом. То есть, например, это может касаться и также экстремальных явлений, то есть с изменением климата, возможно, и интенсивность экстремальных явлений увеличится. Примерами таких моделей могут служить единичный гидрограф, о котором мы с вами говорили достаточно подробно на прошлых слайдах, и модель ARMA. Далее, если мы говорим про концептуальные модели, то это так называемые модели серый ящик. Это промежуточная ступень между полностью теоретическими или физически обоснованными моделями. и эмпирическими. То есть промежуточная связь между теоретическими и физически обоснованными моделями, и эмпирическими. В общем, мы можем сказать, что концептуальные модели учитывают физические процессы, происходящие в бассейнах в упрощенной форме. То есть формулы, описывающие физические процессы, обычно параметризированы, не численно распределены, как мы говорили в прошлом о физических моделях, а не параметризированы. И эти некоторые неизвестные параметры, которые находятся в формулах, устанавливаются методом подбора во время процесса калибрации модели. И о калибрации модели мы тоже с вами поговорим. Концептуальные модели появились в 60-х годах, и в принципе их можно рассматривать как систему описания различных компонентов, которая представляет различные процессы. То есть каждый компонент модели отвечает за свой процесс. Например, это могут быть модели HBV и VICVIC. Они относятся к этому типу. Далее, если мы будем говорить о моделях физических или гидродинамических, то иногда такие модели называются белый ящик. Это модели и уравнения, в которых имеют в своей основе самые важные физические законы, которые описывают процессы, происходящие в реках, и предусматривают решение сложных систем дифференциальных уравнений с помощью методов численной аппроксимации. То есть это гидродинамические модели. Система уравнений, которая описывает движение вязкой жидкости, является уравнением на въезд окса, как я уже говорила. Это система дифференциальных уравнений в частных производных, и она не имеет аналитического решения. Для того, чтобы данное уравнение применить для определения скоростей потоков жидкости и глубины в каждой точке определенного домена, нам необходимо использовать численное моделирование. Эти методы подробно описаны в литературе, и можно информацию о них найти в различных источниках. Если говорить вкратце, то численные методы основаны на методе рядов Тейлора и разложение функции на сумму степенных функций. При этом подразумевается разбивка всего домена на элементарные ареалы, в которых производится расчет переменных. Численное моделирование требует задания начальных, то есть по всему домену, и граничных на границах домена условий, которые должны быть определены достаточно точно, так как это имеет очень большое влияние на успешность симуляции. Несмотря на то, что модели этого типа называются физическими, некоторые процессы в них все равно представлены с помощью эмпирических зависимостей. Такие модели обычно используют большое количество вычислительных мощностей, потому что разрешения сетки и времени должны быть достаточно высокими, и поэтому они достаточно сложно применимы на обычных ноутбуках и требуют очень много входных данных с характеристиками домена. Из примеров таких моделей можно привести гидрологические модели ЩИ и Шайтран. Кроме того, есть полураспределенные модели, основанные на описании множества процессов. В английском такие модели называются process-based. К сожалению, хорошего перевода на русский язык данному термину мы не смогли найти, поэтому в данных лекциях будем называть их модели, основанные на процессах. В таких моделях с помощью физических законов и эмпирических зависимостей, которые гораздо сложнее, чем просто концептуальные модели, но при этом проще полностью распределенных и физически обоснованных моделей. Такие модели как раз и называются process-based, и примерами таких моделей служат, например, модель SWOT, которая достаточно широко известна, и модель SWIM, которую мы широко применяем в Плотсдамском институте изучения влияния изменения климата. Далее гидрологические модели также могут разделяться на сосредоточенные и распределенные. Модели сосредоточенные или модели с сосредоточенными параметрами моделируют весь бассейн как единое целое, не используя разбивку с помощью сетки или на подбассейнах. К минусам таких моделей относятся существенные потери пространственной информации, например, типов землепользования, когда всему бассейну просто присваивается доминирующий тип землепользования, или почвенная информация. Плюсом таких моделей относятся быстрота и простота симуляции. Примером нераспределенной модели может служить модель HEC-HMS. Далее идут модели полностью распределенные. Вы можете увидеть сетку, на которой происходит моделирование, в левом нижнем углу слайда. Это обычно модели физически обоснованные, то есть про которые мы с вами говорили до этого, в которых весь домен распределяется полностью на элементарной площади с помощью сетки. Далее есть модели полураспределенные, к которым относятся модели SWOT и SWIM, про которые мы коротко упомянули ранее. Они используют для симуляции так называемые подбассейны или подводосборы и гидротопы. При этом справа внизу вы видите разбивку на бассейн, подбассейн, гидротопы, схему. И коротко здесь весь бассейн разбивается на подводосборы, используя топографическую информацию, то есть высотные отметки. И каждый из маленьких притоков главной реки имеет свою водосборную площадь, подводосбор. После этого данные подводосборы или подбассейны, как мы их еще называем, делятся на так называемые гидротопы. При этом гидротопы получают при наложении друг на друга карты подводосборов, полученные в предыдущей части, землепользования и типов почв. И таким образом в каждом подводосборе выделяются такие ареалы, или в каждом подбассейне выделяются ареалы, в которых почва и землепользование имеют один и тот же тип. Таким образом мы получаем карту гидротопов. Достаточно хорошими примерами подобных моделей являются модели SWAT и SWIM. Как я уже говорила, это широко известные модели, которые применялись при моделировании гидрологических процессов на различных континентах и зарекомендовали себя как модели, которые можно применять также в различных климатических, топографических условиях, а также как на малых, так и на больших водосборов. Но при этом два слова об этих двух моделях. Модели SWIM и SWAT являются по сути экогидрологическими. То есть эти модели не только включают в себя модули, моделирующие гидрологические процессы, как, например, модель HBV и WIG, но и модули для моделирования вегетационных и биогеохимических процессов. Также эти модели учитывают связь этих модулей или этих процессов вегетационных и биохимических с гидрологическими и климатическими параметрами. Данные модели рассчитывают расходы воды и параметры качества воды, компоненты гидрологического цикла и вегетационные процессы с дневным шагом. Обе модели имеют очень близкие структуры и относятся к полураспределенным, непрерывным моделям, основанным на описании процессов. Обе модели используют концепцию гидротопов. Еще два слова по поводу распределенных моделей. Модели полностью распределенные подразумевают разбивку всего домена на сетку элементов. Это сделано для решения дифференциальных уравнений. Как мы уже говорили, данные модели очень сильно зависят от начальных и пограничных условий и также имеют очень высокие требования по качеству и количеству входных данных. Поэтому данные модели не очень сильно распространены за пределами каких-то очень узких академических специальностей. В то же время такая модель как SWOT имеется в свободном доступе, то есть ее можно абсолютно свободно скачать в интернете. Она получила очень широкое распространение в интернациональном сообществе модельеров, гидрологов, и была применена к большому количеству различных бассейнов. В принципе, сами концептуальные модели и модели основные на описании процессов получили широкое применение как раз из-за того, что у них сравнительно небольшие требования по количеству входных данных. И очень часто входные данные для моделирования необходимые можно найти в интернете. Информацию о таких ресурсах мы вам предоставим ниже. Плюс данные модели не требуют большого количества вычислительных мощностей, что достаточно удобно, так как можно использовать модель прямо на своем персональном компьютере. На следующем слайде можно посмотреть еще раз на сосредоточенные распределенные модели и какая бывает разбивка домена на различные элементарные площади. Далее. Модели гидрологические могут быть непрерывными или же описывать только одно событие, так называемый event-based model на английском. Например, половодие либо пиковый сток после интенсивных осадков, то есть юнит-хидрограф или единичный гидрограф, про который мы с вами говорили, как раз будет относиться к этому типу. Непрерывные модели симулируют процессы без перерывов во времени. Это кумулятивное представление гидрологических процессов, и к моделям данного типа относятся такие модели, как SWAT, SWIM и также SHAT-RUN, то есть физически распределенные модели. Модели, описывающие одно событие, симулируют речной сток только для одного определенного события, например, чтобы изучить, как бассейн реки ведет себя в условиях возникновения осадков, либо во время половодия. То есть модель ХЭК-ХМС, единичный гидрограф, про который мы говорили ранее. Модели бывают детерминистские и стахастические. Детерминистские модели — это модели, которые не умеют случайных или вероятностных компонентов и используют дифференциальные уравнения. И последняя модель бывают глобальные и локальные, то есть то, о чем мы с вами говорили раньше, глобальные модели, которые начали появляться уже 90-х годах, в 90-х годах. Соответственно, региональные модели, то есть модели речных бассейнов, про которые мы тоже с вами сейчас говорили, как СВИМ-шотт или ХЭК-ХМС и так далее, применяются для конкретных речных бассейнов. И глобальные модели могут охватывать весь земной шар и симулировать глобальный гидрологический цикл, как раз для того, чтобы удовлетворить вот этим потребностям, которые появились в 90-е годы. И, соответственно, региональные модели, то есть модели речных бассейнов, про которые мы тоже с вами сейчас говорили, как СВИМ-шотт или ХЭК-ХМС и так далее, применяются для конкретных речных бассейнов от малых до очень больших и для решения разных проблем, как, например, распределение водных ресурсов между потребителями или оценка переноса загрязняющих веществ в сельскохозяйственных полей в речной исток. При этом глобальные модели симулируют весь гидрологический цикл на планете и позволяют делать оценки количества водных ресурсов на различных континентах. Либо мы также можем с помощью них проводить оценки влияния изменения климата на одном континенте в регионах с разными климатическими условиями. И, в общем, такие модели в основном используются для исследований глобальных вопросов и чаще научного характера. Также глобальные модели чаще всего оперируют на регулярной сетке с достаточно грубым разрешением около полградуса. Такое разрешение глобальных моделей нам не позволяет использовать их для решения локальных и региональных проблем, соответственно, и поэтому в основном такие модели можно найти именно в научной среде. Глобальные модели основываются на параметризации процессов. Но в отличие от региональных моделей, неизвестные параметры в них практически невозможно откалибровать для всей планеты. То есть если в концептуальных моделях и моделях, основанных на процессах, мы можем откалибровать неизвестные параметры, то для всей планеты это практически невозможно из-за отсутствия данных либо из-за масштабов их разрешения. Но в последнее время стали появляться некоторые подходы, которые позволяют хотя бы частичную калибровку глобальных моделей. Но, как я уже говорила, в основном это все используется в науке. В последние годы глобальные модели также стали учитывать антропогенные воздействия, чего раньше не было. То есть именно появилась возможность интегрировать дамбы резервуаров в такие модели. Но данная функция доступна, к сожалению, не во всех моделях, поэтому это тоже считается недостатком глобальных моделей по сравнению с региональными. Эти и другие модели достаточно хороши для решения задач, но только для тех, для которых они были созданы. Примером глобальной модели может служить модель Water Gap. Это очень известная модель, которая была разработана в Германии в университете города Кассель. Она включает в себя глобальную гидрологическую модель и несколько модулей, которые имитируют разные секторы водопотребления, включая сельская хозяйственная промышленность, скотоводство, гражданское водоснабжение и системы индустриального охлаждения. Также глобальные гидрологические модели часто можно встретить в составе других моделей. Как мы уже говорили, это могут быть модели глобальной атмосферной циркуляции или модели земных систем, которые симулируют климат. Но также, например, в случае с моделью LPGML, это такая модель, которая симулирует глобальные вегетационные процессы и, соответственно, это невозможно без симуляции гидрологических процессов на глобальном уровне. Поэтому там внутри тоже есть глобальная гидрологическая модель. Продолжение следует...